Книга «Открытым оком. Первый том. Вопрос 540. Тема взаимоотношения. Любопытство – это грех? Есть люди до чрезвычайности, интересующиеся чужой жизнью, особенно семейной?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Причина только одна – пустота собственной жизни. Жизнь этих людей крайне неинтересная, скучная и бездельная, ничем не занятая, поэтому они превращаются в заразных мух, проникая в разные щели, подсматривая и разнося сплетни. Они опасны, ибо убивают сразу трех – себя, того, кого осуждают и того, кто их слушает. Иоанн Златоуст. Сираха 11.30.31 Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазутчик, подсматривает падение. Превращая добро во зло, он строит козни и на людей избранных кладет пятно. Там же 21.26.27 Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек благовоспитанный остановится вне. Невежество человека подслушивать у дверей, благоразумный же огорчится таким бесстыдством. Иногда, быть может, раз в тысячелетие бывает и польза от подслушивания и подсматривания. Есфирь 2.21.23 В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских Евнуха, Гавафа и Фарра, облегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардахей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей у царя.